Работа учителя важна для общества, важна для государства. Педагогические вузы не испытывают недостатка студентов, хотя конкурсы в них и небольшие. Получив диплом, молодые педагоги начинают свой творческий путь в школе, четко понимая, каким должен быть настоящий учитель. Это очень творческая личность, это человек, который любит детей, и не просто детей, который любит людей. Человек, который хочет учить, который попал в эту профессию не случайно, не потому что в педагогическом университете были самые низкие баллы, а потому что действительно с самого детства хотел учить детей. Поэтому это молодой, энергичный, творческий, целеустремленный и постоянно самосовершенствующийся человек. Но спустя несколько лет молодые учителя принимают решение оставить педагогическую деятельность в прошлом. Несмотря на детские мечты за год-два, взгляды на профессию существенно меняются, и возникает вопрос, работая учителем, а что дальше? Это есть проблема, ее нужно решать. Отойдя от привычных стандартов проведения официальных мероприятий по официальному, участники феста провели мероприятие за городом на базе детского реабилитационно-оздоровительного лагеря «Колос». Не секрет, что проблема с тем, что педагоги и молодые не остаются в профессии. Они стремятся найти место под солнцем в более высокооплачиваемую работу или работу, куда они попробуют себя в профессии, не связанную с педагогической деятельностью. Хотелось бы, чтобы их больше оставалось в профессии, поэтому вот этот форум педагогических идей и решений, он еще для того, чтобы педагог остался в профессии. В первую очередь, молодой педагог, который вот на таком изломе-переломе стоит, что два года прошло, что делать дальше? Оставаться или не оставаться? Надо повышать свою квалификацию, нужно повышать свои компетенции. Возможно, такие форумы подскажут им, как это лучше сделать. Нет нудным нравоучительным лекциям на тему, как быть настоящим учителем. Ведущие специалисты в области педагогики, наставники, кандидаты наук Пушкинского университета просто рассказывали, делились опытом, приводили примеры из своей практической деятельности. Посыл такого мировая религия 21 века – непрерывное образование. От его качества зависит качество человеческого капитала, как следствие – качество развития государства. Если ты сегодня актуален, эффективен, успешен, конкурентно способен и не будешь актуализировать свой потенциал, не будешь мотивирован на вот это непрерывное саморазвитие, то завтра фактически ты становишься уже вне вот этого конкурентного поля. В этой связи мы, развивая систему, собственно, образовательные системы, проектируя процессы, мы развиваемся сами. Это однозначно. Только буквально остановка, буквально на секунды в таком историческом измерении, это однозначно переводит как локальную образовательную систему, так и национальную систему образования на несколько шагов назад. Естественно, все начинающие педагоги проходят суровую школу молодого учителя с его неимоверным эмоциональным напряжением. Как минимум год-два требуется на то, чтобы освоить основные азы профессии. Это самый трудный период в жизни учителя с массой ошибок, неудачами, постоянным лихорадочным листанием трудов великих педагогов с надеждой выискать рецепт идеального учительства. Все вместе взятое переводит к тому, что иной раз кажется, что эта профессия тебе не по плечу. Здесь на помощь должны приходить опытные и мудрые наставники, которые подскажут новые идеи, подтолкнут новациям к творчеству. А потому так важны вот такие педагогические фесты. Это огромная возможность педагогического сотрудничества, когда молодые педагоги вместе уже с опытными педагогами встречаются. И я благодарна за эту возможность организации такого феста. И, конечно же, надеемся перенять опыт, узнать что-то новое в работе с детьми. И, конечно, этот опыт бесценен. Я уже проработала два года и, если честно, надеюсь остаться в этой профессии. Идеи, инновации, творчество – это все о педагогах? Это так важно в педагогическом процессе? Это очень важно в педагогическом процессе. Это все о педагогах. Это в педагогах, для педагогов. В конечном итоге это все для наших детей. Не столь важно быть в тренде. Пришли к выводу все участники первого городского педагогического феста. Нужно этот тренд задавать. Осознав вышесказанное, начинающий учитель выдержит все трудности. И тогда откроется ему подлинная творческая свобода. И красота учительской профессии – ее удивительная миссия.